Здравствуйте! Вы смотрите программу «Страна Росатом». В этом выпуске расскажем о последних событиях атомной отрасли. В «Росатоме» начали ковку заготовок реакторной установки «Ритм-200Н» для первой в России наземной с малой мощностью в Якутии. Технологический процесс производства заготовок сложный и в то же время завораживающий. Так закаляется сталь. Температура этого слитка – 1200 градусов. Габариты огромные, поэтому и событие уникальное. Посмотреть на процесс ковки собрались десятки журналистов. Этот слиток весит 50 тонн. Представьте только, какие усилия нужно применить, чтобы придать ему форму. Здесь используют уникальный кузнечный комплекс. Этот комплекс – один из крупнейших в Европе. Если сравнить со слонами, вроде один слон – это 7 тонн. Чуть-чуть и достигаем 10 слонов. Их надо вращать, им надо придавать нужную форму. При этом надо поддерживать необходимую температуру. Понизить или повысить температуру нельзя. Будет брак. Она всегда должна быть в пределах 900-1200 градусов. Поэтому, когда слиток начинает остывать, его вновь отправляют в печь. А на кузнечно-прессовочный комплекс доставляют следующий, чтобы процесс не останавливался. В итоге весь процесс с нагревом и ковкой одного слитка занимает около пяти суток. Специалисты все это время внимательно следят за каждой деталью. После того, как заготовка принимает необходимые формы и габариты, ее отправляют в следующий цех – на механическую обработку. Происходит это вот так. Здесь мы уже можем понять, какой заготовка будет в финале. Здесь ей задают конкретные геометрические параметры. Эти параметры задает Сергей Васильевич Лаптев. Права на ошибку у него нет. Выверить все необходимо до миллиметра. Впрочем, опыта Сергею Васильевичу не занимать. Здесь он работает уже с 42 года. За трехвековую историю здесь создавали много разного оборудования, в том числе первые реакторы ВВР. А сейчас здесь создают заготовки для новейшего реактора «Ритм-200Н». Он станет сердцем первой в России наземной атомной станции малой мощности. АСММ в Якутии обеспечат электроэнергией промышленные предприятия, в том числе месторождение золота «Кучус», а также станет важным объектом для обеспечения комфортной жизни местных жителей. Запустить АСММ планируют через четыре года, а прямо сейчас будущее создается здесь. Когда первые лидеры страны жмут кнопки, которые ты участвовал, чтобы они нажались, вот эти команды, этими людьми, конечно, нас распирает гордость за то, что мы в этом участвуем. Эти детали куют из металла, которые совсем недавно заливали. Мы показывали в эфире. Давайте вспомним эти зрелищные кадры, как проходил процесс первой плавки. Атомную станцию малой мощности в Якутии, напомню, планируют запустить в 2028 году. А вообще сейчас в России на разной стадии готовности строительства три станции. Это энергоблоки большой мощности. Два блока ВВРТО и уже строящийся Курс КС-2. Два блока ВВР-1200 поколения безопасности 3+, второй очереди Ленинградская КС-2, которую только готовят к началу сооружения. Также ведется подготовка к строительству двух блоков Смоленской КС-2. Таким образом, их общая проектная мощность составляет почти 7,5 тысяч мегаватт. В Сочи состоялся очередной раунд межведомственных консультаций России и Международного агентства по атомной энергии. Делегации возглавили глава Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. За круглым столом был рассмотрен широкий круг вопросов, в том числе по перспективным направлениям развития ядерной энергетики в России и в мире. Также были обговорены вопросы, касающиеся обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Вот уже на протяжении полутора лет физическое присутствие миссии МАГАТЭ на площадке Запорожской АЭС создает дополнительные элементы безопасности, способствует более безопасному существованию Запорожской АЭС. Роль России как поставщика номер один в мире атомных технологий сложно переоценить. Поэтому у нас с Россией, с госкорпорацией Росатом всегда ведутся соответствующие обсуждения по ядерной физической безопасности, по безопасности использования атомных технологий во всем мире и по российским объектам. А далее о других событиях атомной отрасли, о которых расскажем в кратком видеообзоре. Специалисты Ловозерского горнообогатительного комбината проведут доразведку новых месторождений. Дополнительные запасы позволят отгружать до 20 тысяч тонн лапаритового концентрата в год. О создании атомного проекта СССР и про рекордные достижения Росатома сегодня. Это тема лекции, с которой выступил глава Росатома Алексей Ильхачев перед первокурсниками филиала МГУ «Саров». Встреча прошла в Национальном центре физики и математики. 15 участников Всемирного фестиваля молодежи отправятся в экспедицию на Северный полюс на атомном ледоколе Росатома. Победителями отбора стали представители восьми стран. На площадке строящегося третьего энергоблока Ленинградской АЭС-2 завершено армирование фундамента здания реактора. Армирование фундамента стальной арматурой позволяет создать своеобразный каркас и сделать фундамент предельно прочным. Таким образом, будущий энергоблок второй очереди строящейся атомной станции готов к заливке первого бетона. Экипаж атомного ледокола «50 лет победы» поможет Федору Конюхову установить сразу два мировых рекорда. Известный путешественник готовится к экспедиции на Северный полюс. В июле этого года он планирует пролететь 900 километров над двухместным мотопропланием до Северного полюса и высадиться на дрейфующей льдине. Ранее в этом районе никто не совершал длительных полетов и высадки на сверхлегком летательном аппарате. Экипаж атомного ледокола «50 лет победы» обеспечит доставку на одну из дрейфующих льдин в районе архипелага земли Франции Иосифа, а затем спустя три недели заберет путешественника Северного полюса. Дни Эрмитажа в Волгодонске. В местном музее и библиотеке открылась экспозиция, посвященная шедеврам защитного вооружения 16 века. Ее привезли в атомный город из Санкт-Петербурга из собрания государственного Эрмитажа. В бою и на параде. Под таким названием стартовала выставка Эрмитажа в Волгодонске при поддержке Росатома. Основная часть экспозиции проходит в эколого-историческом музее атомного города. Такие артефакты не увидеть даже на постоянной экспозиции Эрмитажа. Для гостей с ограниченными возможностями открыта инклюзивная экспозиция. Вот, например, один из слабовидящих посетителей ощущает всю прелесть экспонатов на кончиках пальцев. Для меня сейчас это руки-глаза, всегда пощупать что-то надо. Вторая часть выставки представлена в Центральной библиотеке Волгодонска. И тут знакомство со Средневековьем для разных посетителей проходит по-разному. Чувствую себя королем. Результат тоже понравился. Ребят постарше погружали в атмосферу рыцарей и замков стратегически. Ну, то есть через настольную игру. Выпадает какое-то забрание, которое они должны выполнить. Знакомство с самим Эрмитажем проходит по последнему слову техники – через VR-очки. Мне очень понравилось то, что можно посмотреть Эрмитаж полностью, во всех деталях, послушать историю ранних времен. В первые дни работы на выставку зарегистрировались более трех тысяч человек. А всего Дни Эрмитажа в Волгодонске продлятся до 7 апреля. А далее в программе наша новая рубрика «Люди и города». О том, как совместными усилиями государство и Росатом меняют к лучшему жизнь в атомных городах. Есть мнение, что раньше в «Зато» можно было развиваться только в двух направлениях – либо стать спортсменом, либо ученым. Спорить не будем, но сейчас дела обстоят совершенно иначе. В небольших атомных городах есть огромные возможности для самореализации, становления характера и раскрытия своего таланта. Конечно же, все школьники не придут работать в Росатом. Нам важно, чтобы каждый из них понял, кто из них будет будущим артистом, кто из них будет будущим художником, кто из них пойдет в инженер и в научную карьеру, кто из них будет предпринимателем. Нам самое главное, чтобы человек смог себя найти, поэтому, конечно же, для этого создаются условия. Озерск – отраслевой центр компетенций государственной корпорации «Росатом» «Мехатроника». Здесь школьников и студентов учат разрабатывать, собирать, настраивать, программировать и обслуживать мехатронные станции. Это макеты, на которых отрабатываются принципы работы реальных автоматизированных производственных линий, таких как конвейер по сборке автомобилей или участок изготовления тепловыделяющих элементов для реакторов атомных станций. Мехатроники я знаю с детства, мой папа был связан с этой профессией. Ну, так получилось, что я тоже увлекся. Мне нравится программирование самой станции, сборка. Вот я помогаю своему монтажеру. Укладка проводов. Ну, вот интересно мне это. Мы ходим сюда примерно месяц, и сейчас уже стало скучновато учиться в школе, и есть планы переводиться в колледж для дальнейшего изучения мехатроники и развития себя в этом направлении. Я ходила в художественный колледж, пробовала себя архитектором. Я пробовалась на историка, на учителя. Но я так и не нашла себя. Но вот придя сюда, мне прям вот чувствуется, что это мое. Я должна быть мехатроником. Если выбор не столь очевиден, то ребята, заинтересовавшиеся инженерным направлением, пробуют себя в робототехнике, аддитивных технологиях, электромонтаже, лабораторном химическом анализе и других профессиях. Для этого Росатом в 17 центрах компетенций по всей стране регулярно устраивает для школьников инженерные и проектные смены, занятия в лабораториях и мастерских, открытые лекции и чемпионаты. Они собирают, они программируют, запускают всякие разные вертолеты, роботов. И популярность растет. Надеюсь, что дальнейшее развитие таких конкурсов, оно привлечет больше детей, занимающихся именно электроникой в данную сферу. И мы получим какой-то, может быть, рывок в электронике России. Удомля, город-спутник Калининская АЭС, собрал прошлым летом юных художников. В рамках проекта «Территория культуры Росатома» для творческих талантов из атомных городов была организована первая художественная академия. В течение недели ребята осваивали различные направления в искусстве. У нас закончилась лекция по мультипликации, и у нас осталось буквально несколько часов, чтобы придумать, сделать, отснять. Время ограничено, нам поставлена нестандартная задача, и мы первый раз ее решаем. Времени подумать нет. Так что появляется вот этот навык не думать, а делать. Мне кажется, это очень полезный опыт для ребят, потому что они тут за неделю попробуют большое количество художественных направлений, которые не так-то просто еще найти курсы по этим направлениям. Вот такие вот короткие. Это вообще почти невозможно. Я вот не видела, честно говоря, ни по мозаике, ни по сценографии. А тут они в короткое время входят в профессию, не очень глубоко, но хотя бы на поверхности, и немножечко пробуют себя. Международный творческий проект «Нукиц» в прошлом году отметил свой 15-летний юбилей. Все эти годы талантливые дети сотрудников предприятий атомной отрасли, прошедшие кастинг, создавали под руководством профессионалов уникальные музыкальные спектакли. Свои певческие, актерские и танцевальные таланты раскрыли более тысячи ребят. Благодаря «Нукиц» я смог выбрать свою будущую профессию. Это профессия режиссер. Я закончил Московский государственный институт культуры с красным дипломом. А вообще сам я с далекой провинции, с небольшого города Краснокаменск. Это 6,5 тысяч километров от Москвы. Ой, я очень благодарна проекту «Нукиц» за раскрепощение, за знакомство, за друзей, за людей настоящих. Потому что, когда я приехала впервые, я была очень, ну, зажатым, закрытым ребенком и всего боялась. А здесь такая всегда была теплая атмосфера. После проекта я поступил в школу Табакова, закончил ее в 2019 году. И вот, собственно, снимаюсь пятый год в кино, в сериалах и вот всем тому подобное. Как же, все же, все твои хороша, чтобы ища вас, пудло приятели гналось. Город Сосновый Бор. Здесь, на базе Союза ветеранов Афганистана, три года назад было создано военно-патриотическое объединение «Варяг», где с юных лет обучают военному делу. Сколько нужно времени, чтобы научиться разбирать автоматы? Ну, вот Артем у нас занимается примерно год. И вот за год он стабильно его собирает по норме на пятерку. То есть это 50 секунд. Ты смотри, поставил и вперед, и вниз одновременно давишь. Красавица. Нравится так собирать автомат, прикольно. Как с Лего. Чем интереснее, чем Лего автомат? То, что из него можно стрелять, только сначала нужно почистить, а потом уже и пострелять можно. В следующем году Артем планирует поступать в военно-морское училище в Мурманске и связать свою жизнь с флотом. Его желание поддерживает руководитель «Варяга» Сергей Охременко, школьный учитель истории, технологии и ОБЖ. Главная цель нашего объединения – это воспитание, правильное воспитание нашей подрастающей молодежи. Это всегда пригодится. Даже если ты ставишь физиком-атом, теоретиком или практиком, военная подготовка, тем более мужчине, нужна всегда. Всегда нужно быть на страже родины, всегда нужно быть готовым ее защитить. И эти дети, мои дети, для этого готовы и мотивированы. Причем они сами этого хотят. Мы помимо того, что занимаемся автоматом, то есть сборка-сборка автомата, как норматив, мы также занимаемся и стрельбой, и тактикой. В эту субботу у нас было занятие по тактической медицине. Приходил Юра, Красный Крест, и проводил детям занятия. Вот что нужно делать, если нашли человека без сознания. То есть первые ваши действия, помимо того, что вы вызываете скорую. Оттачивать полученные навыки, проверять себя на стойкость, выносливость и закаливать свой характер, ребята отправляются на ежегодный военно-патриотический слет «Отечество». Он традиционно проходит в Десногорске при поддержке Смоленской атомной станции. Дети — наше будущее, и работа с ними важна. Впрочем, как важны и другие инициативы жителей атомных городов. Учителя и врачи, деятели искусства и спортсмены, волонтеры и общественники, действующие работники и ветераны атомной отрасли, те, кто организует субботники, заботятся о бездомных животных, помогают людям с ограниченными возможностями и делают еще массу добрых дел, отмечены Госкорпорацией «Росатом» в проекте «Новые созидатели». Этих людей выбирали рабочие коллективы, родственники, знакомые и соседи. В конкурсе участвовали 1178 активистов. Набравшие наибольшее количество голосов получили почетное звание «Человек, меняющий мир». Созидатель – это человек, который просто что-то делает для окружающих. Он просто это делает, потому что так должно быть, потому что так надо. Созидатель – это человек, прежде всего, бескорыстный, без оглядки назад, тот, который идет и идет вперед по той дороге, которую сам в себе строит. Созидатель – это тот человек, который трудится на благо общества, который любит свою страну, свой город, людей, которые в нем живут. И, соответственно, все вместе они делают пространство лучше, чище, красивее. Главное, чтобы вы понимали и донесли до своих товарищей по проектам, до просто близких, родных, знакомых людей в наших городах, что обстановка в городах, развитие социальной сферы, поддержка инициатив людей, ликвидация каких-то острых углов с медициной связанных, где-то с образованием, для нас столь же важны, сколько производственных повестков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова